Добрый день, друзья! С вами канал Далят Города и я Нина Коновалова. Несмотря на то, что у нас вторые сутки стоит дикий ветер, ураган, все тут ломает, крушит, я все-таки решила снять видео, посвященное огурчикам, поскольку очень много задают вопросов, что делать. Вроде и цветет огурчик хорошо, и уже маленькие огурчики появляются, но потом они желтеют и отпадают. Постараюсь максимально сократить видео и рассказать об основных причинах и что нужно сделать для того, чтобы такой ситуации у вас не происходило. Самое главное, ошибка у начинающих дачников-огородников, они начинают подкармливать огурчики органическими удобрениями в виде коровика навоза, птичьего помета. Вы знаете, когда у нас стоит на улице дикая жара, а когда вы еще это вносите в почву, увеличивая тем самым температуру, то, конечно же, о каком урожае может быть и речь. Но давайте обо всем по порядку. Итак, первая причина, которая в основном возникает в теплице, это освещение. Многие начинающие дачники-огородники в теплице стараются засадить как можно больше культур. И вот некоторые культуры со временем начинают обгонять огурчик и тем самым притенять его. А значит, вроде цветут они хорошо, и вроде бы огурчик появился, а от недостатка света он желтеет и отпадает. Именно поэтому не загущайте теплицу и формируйте, умеренно формируйте огурчик. Я вам рассказывала, что не все новомодные методы формирования, в общем-то, дают хороший результат. Я показывала, недавно видео снимала, как лично я формирую, который действительно увеличивает урожай у нас на участке. Поэтому посмотрите, возможно, кому-то пригодится. Итак, не старайтесь засадить всю свою теплицу, всем, чем можно. Если вы выращиваете огурчики в теплице, создавайте ему достаточное количество света. Идем дальше. Еще одна причина, которая влияет на вот такую ситуацию, это температура. Если температура выше где-то 34 градусов, потому что комфортно себя чувствует огурец, до температуры 34 градусов. Как только температура выше 34 градусов, значит, у огурца вот эти вот молодые завязи могут желтеть и отпадать. И если температура ниже 13-15 градусов, то же самое это отрицательно влияет на росте и урожайности огурцов. Что мы можем сделать? Мы можем немножечко откорректировать температуру. Итак, чтобы снизить температуру в теплице, необходимо организовать хорошие условия для проветривания. Вообще это понадобится в любом случае и позволяет быстро снизить температуру где-то на 10 градусов. Помимо этого, рекомендуется в утренние часы обильно поливать растения. Можно натянуть защитный материал сверху вашей теплички парника, либо если это у вас огурчики растут на улицу, можно использовать специально затеняющие сетки. И можно опрыскать мелом или мукой либо ваше растение, либо ту же тепличку или ваш парник. А вот чтобы поднять температуру в теплице, то можно поливать М-препаратами, сделанными своими руками, покупными, либо просто добавлять в воду сыворотку, поскольку сыворотка тоже обладает свойствами М-препаратов. Эффективные микроорганизмы, когда попадают в почву, они поднимают температуру где-то на 2 или 4 градуса. Дополнительно согревает мульча. Ну и конечно же можно натянуть пленку сверху вашей теплицы. Тоже это своеобразный согрев. Завязи огурцов желтеют и впоследствии отпадают в тех случаях, когда исчерпаны все питательные элементы. Когда из почвы все уже вытянуто, а новых подкормок огурец не получает. В этом случае сократите, а лучше вообще уберите подкормки навозом. И подкармливайте таким образом. Допустим на 10 литров воды, литр зеленого удобрения и стакан, либо 2 стакана золы и под корень. Вообще зольное удобрение огурцу необходимо получать раз в неделю. Некогда заниматься приготовлением вот этого вот раствора. Просто посыпайте под корень растения немножечко золы. Чайной ложки золы будет достаточно. Раз в неделю огурцы должны получать необходимые микроэлементы. И вот во время плодоношения в золе содержится все то, что ему необходимо. Полив, как и достаточное количество солнечных лучей, солнечного света, играет в общем-то особую роль в развитии огурчиков. Если до начала плодоношения мы поливаем огурцы умеренно, то в период плодоношения, собственно говоря, интенсивность полива следует увеличить. Почва, в которой растут огурчики в теплице, всегда должна быть увлажнена, как и на улице. Здесь важно соблюдать баланс. Вот смотрите, если будет недостаток полива и как избыток воды, то все это может привести к пожелтению и опаданию завязи. Ни в коем случае не поливайте огурцы холодной водой. Важное требование. Это вызывает преждевременное опадание завязи. Для полива используйте теплую, лучше настоянную водичку. В жаркие дни поливайте растение только утром, а в прохладное время только днем. Это вот как золотое правило, чтобы, собственно говоря, завязи огурчиков не желтели и не опадали впоследствии. А вот когда начинают обильно цвести огурчики, и когда уже вот эти вот зависть производится, то в период завязывания цветков вообще я бы рекомендовала прекратить полив на несколько дней, ну как минимум на три дня, поскольку это позволяет подсушить почву, и вот именно это увеличивает количество женских цветков. Чтобы простимулировать завязывание огурчиков, я бы порекомендовала поливать их вот таким образом. Во время цветения, во время плодоношения интенсивность мы увеличиваем. То есть где-то под один кустик огурца поливаем до 6 литров, и так каждые 2-3 дня. Вот тогда, собственно говоря, будет и хороший у вас урожай. И никакие огурчики желтеть у вас не будут, и в дальнейшем, естественно, не будет отпадать. Большинство используемых сортов у дачников и огородников – это пчелопыляемые сорта. Они вкуснее, они дают больше урожай. Так вот, не всегда получается привлечь пчел, привлечь шмелей и других насекомых, которые производят опыление. Поскольку то холодно, то ветра, то дожди, ну климатические условия не мне вам рассказывать. Я не признаю ручное опыление, когда берешь цветочек мужской, срываешь, подносишь к женскому, трясешь. Нет, некогда этим заниматься. Все гораздо проще. Берем чайную ложку меда, разводим на стакан воды и слегка опрыскиваем. После этого слетится все, что опыляет ваше растение. Кстати, хороший бабушкин метод срабатывает везде. Запишите его. Чайная ложка меда на стакан воды. Вот, собственно говоря, основные причины. Не надо покупать, бежать какие-то препараты, завязины, улучшение завязи и так далее. Все доступно, все предельно ясно. Все можно сделать за короткое время. Так, ну что, про огурчики рассказала. Не буду затягивать время. Сейчас покажу вам. Ну что покажу? Покажу перчик, покажу помидорки и буду с вами прощаться. Помидорки у нас уже буреют. В дальнейшем обязательно буду снимать видео и делиться теми сортами, которые я каждый год сажаю и которые меня никогда не подвели. Вот, посмотрите, как идет завязывание плодов. Это касаемо томатов. Ну, до сих пор посынкую. Вы знаете, в этом году катастрофически не хватает времени. Вот не успеешь вовремя обрезать пасынок и все. Уже ствол, ну, такой огромный ствол. Это вот черри, томаты. Все покажу, все расскажу. Конечно, мы не используем у себя на участке магазины удобрения. Поэтому созревание у нас происходит чуть позже, чем у тех дачников и огородников, которые подкармливают, ну, специальными магазинами препаратами производственными. Тем не менее, вот обратите внимание, мои домашние средства сделаны своими руками ничем не хуже. Все вроде бы, как положено, зреет. Ну, вот, пожалуй, и все. Не загоняйте себя сильно, отрегулируйте вот эти моменты, которые я вам сказала, и обязательно все наладится. Я с вами прощаюсь. Как всегда, желаю вам крепкого здоровья, хороших урожаев, прекрасного настроения. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова